Вот эти вот расшифровки, начисления, а уж барышки, они вообще не видят. У нас разница между ноябрём и январём составлена 1600 и 3600. Представляете, какая разница платежка? У меня дом на ушах стоит. Просто. На ушах стоит не только один дом на улице Лавочкина. Жильцы десятков других по всему Волгограду никак не могут понять, почему вдруг так резко выросла плата за отопление. Непонятно жильцам дома, что в внештатной ситуации ежемесячно происходит у нас, начиная с отопительного периода, вот здесь платежки. В каждой платежке написано внештатная ситуация, внештатная ситуация, внештатная ситуация, которая позволяет производить постоянные доначисления. В результате чего эти внештатные ситуации происходят? На этой встрече с жильцами жарко от эмоций людей и цифр, которые значатся у них в платежках. Некоторые говорят, суммы за отопление повысились уже в декабре, но большинству собственников именно за январь пришли астрономические счета. За ноябрь месяц пришла платежка. 1600 за отопление. В декабре месяце пришла платежка. 2600 за отопление. А в январе месяце уже пришла 3600 платежка за отопление. Сегодняшнее совещание дало надежду на то, что в общем-то в городе есть люди заинтересованные разобраться в данной ситуации. На этой встрече действительно разбираются детально в каждой ситуации. Представители региональной власти говорят, тарифы не повышались и объективных оснований для увеличения платы за тепло нет. Но, как выяснилось, есть многочисленные факты безалаберности коммунальщиков. Эта ситуация ненормальная. По вашему мнению, она ненормальная. Ее ничем объяснить нельзя. Кроме, я считаю, безалаберности, неисполнения надежащих своих должностных обязанностей. Если управляющая компания и поставщик ресурса концессии теплоснабжения не могут найти общий язык, то жильцы от этого не должны страдать. Температурный режим, конечно, установленный, который управляющий компанией, он нам не подходит. Два вопроса. Почему холодно? А потом, почему много платим? На этой встрече люди могли задать вопросы напрямую и получить ответ. И если где-то плата повысилась незначительно из-за разницы расчетного периода, то по другим домам одной из причин увеличенных сумм стала неисправность общедомовых приборов учета. У меня вопрос к управляющей компании. Почему прибор учета не был поверен? Почему он вышел из строя в отопительный период? Данный дом оборудован индивидуальным тепловым пунктом. Изначально мы предположили, что, возможно, при этой причине некорректные работы или выходы из строя автоматики. Мы были правы. То есть, на самом деле, это оборудование в нерабочем состоянии. Коммунальщики оправдывают завышенные счета неисправностью приборов, программным сбоем, но власти региона заявляют четко. Проверим каждый факт и в случае вины управляющей компанией или концессии теплоснабжения заставим сделать перерасчет. По трем домам, где было установлено, что действительно расход теплоносителем на дом был выше, чем в декабре, без объяснимых на то пока причин, жилищная инспекция Волгограда инициированы проверки. Нужно найти основания для того, кто должен сделать перерасчет или должен разъяснить, почему это произошло. На проведение проверок отводится ровно две недели. После этого с выводами обязательно ознакомить жильцов. Екатерина Алтухова, Екатерина Донцова, Ирина Марченко. Волгоградская правда. Специально для канала «Волгоград-1». Тебя писали до дома, по лавочке до них.